Симферополь Воздушные ворота Крыма стали неузнаваемы Вдохновленные природой полуострова дизайнеры воплотили образ морской волны в силуэте зданий Теперь аэропорт вдохновляет миллионы туристов, ежегодно прилетающих в Крым за новыми ощущениями и незабываемыми эмоциями Об истории и людях, чья жизнь была и до сих пор связана с воздушной гаванью с авиацией Поговорим сегодня в программе «Крымские истории» И вспоминать вы их будете вместе с нами Я, Эмилия Люльку И я Вячеслав Анин Мы начинаем Говорят, что мечта — это полет А мечта о полете — это больше, чем просто мечта Тысячелетиями люди пытались покорить небеса, изобретая крылья Вновь и вновь ошибались, но не сдавались И вот за веру и упорство человечество было вознаграждено Воздушный шар, дирижабль, планер и, наконец, самолет Летайте самолетами аэрофлота Живите на лету А если вдруг нелетная погода Влюбитесь в аэроборту Москва и Винск подхватят эту песню А если повезет Меняйте два билета в разных рейсах На два билета в тот же самолет Сегодня подняться в небо может каждый Мечта стала реальностью Но это не было бы возможно без людей, полностью преданных этому делу и профессии И представляю первого нашего гостя Это Евгений Урис, ветеран предприятия И в прошлом коммерческий директор аэропорта Евгений Борисович Здравствуйте Вы мечтали быть летчиком? С детства мечтали? Конечно И когда смогли уже поближе подойти к своей мечте? В 1956 году я хотел поступать в летное училище Ну так случилось судьба, что я попал в техническое И закончил Иркутское авиационно-техническое училище После чего был направлен работать в Украинское управление гражданской авиацией И оттуда в Симферопольский аэропорт И вы вышли на работу в 60-е? 1 августа 60-го года Через год я поступил в заводченное отделение Киевского института инженера гражданской авиации Который закончил успешно в 57-м году Понимаете, мне пришлось много еще учиться Во-первых, изучать новые типы воздушных судов Которые приходили на смену устаревшей техники Успевали за прогрессом? Жизнь застала, успевали Если вспомнить моменты прихода на предприятие Прошло много изменений Они шли постоянно, каждый год, каждый день У вас есть определенные награды? Нагрудный знак, вот расскажите Мечта работника грузовской авиации Ту-154, говорит Ту-104 А у него потекли топливные баки То мы вдвоем с моим коллегой Почти сутки сидели в этих баках по очереди, пока не поменяли эти баки И меньше, чем через сутки самолет пошел в полет И таких моментов можно подводить много, понимаете? Потому что наша работа была такая Евгений Борисович, вы работали еще когда был старый аэропорт Скучаете по тем временам? У меня общий стаж 56 лет в авиации Вполне естественно, ты привыкаешь и к работе, и к людьми И первое время, после ухода на песню, мне, конечно, было очень тяжело Оно и по ночам снималось Поэтому я стараюсь коллективу поддерживать определенную связь Для меня, в принципе, и работа, связанная с авиацией И коллектив, который работал вместе со мной Это, в принципе, моя вторая семья Кстати, ваш сын... Здесь можно сказать такую историю, что у нас получилось То, что мы с женой, вот, в августе будет 60 лет совместной жизни Вот, это... не всем это удается Это постарались сделать Я думаю, это достойно аплодисментов Мы родили самое двух детей И сын продолжает начатое дело Сын, кстати, находится, да, тоже у нас в студии Любовь, видимо, зародилась раньше Может быть, она передалась с генами Родился я в том же городке, который находится около нашего аэропорта И там, где жил весь персонал И с малых лет уже была такая мечта стать пилотом К счастью, она сбылась Действительно, я закончила военное училище, транспортную авиацию Какое-то время был летчик-инструктор, летчик первого класса, майор Карьера сложилась, можно было расти дальше Но в какой-то момент понял, что нужно вернуться домой, в родные пенаты И работать здесь, на благо нашего аэропорта А так вот просто, может быть, навскидку Сколько часов, дней, месяцев было проведено в воздухе? По часам это немного, это порядка трех тысяч часов Но так как это все-таки инструкторская работа Это, к примеру, столько же взлетов и посадок Поэтому опыт очень хороший Сейчас работа связана с представительствами авиакомпании Работаем с пассажирами, с экипажами С пассажирами наверняка не так уж и просто работают Потому что люди разные, люди иногда нервничают перед полетом Опаздывают Опаздывают, в конце концов В принципе, чтобы перед представителем Я всегда говорю, что нужно любить людей Иначе на этой работе не продержаться Невозможно Да Потому что нужно понять пассажира Войти в его положение Объяснить, переубедить Постараться расстаться с этим пассажиром на позитивной ноте И очень приятно услышать потом Спасибо большое за вашу работу Это то, к чему мы стремимся Кстати, вот регистрация на посадку заканчивается за 40 минут В принципе, это достаточно большой промежуток времени Почему вот установлены именно такие рамки? Скажем, что 40 минут Это время, которое нам отведено Для того, чтобы рейс вылетел по расписанию За это время мы должны начать посадку пассажиров Пассажиры должны, зарегистрировавшись Пройти некоторые процедуры Мы должны провести посадку До какой-то времени до вылета Ну, определено, что порядка 20-25 минут Мы должны закончить посадку Посчитать пассажиров Загрузить весь багаж Закрыть самолет И отправить его по расписанию Если мы закрываем регистрацию позже То, скорее всего, мы позже отправим самолет Поэтому, если пассажир у нас Кто-то из зрителей будет пассажиром В качестве пассажира Пожалуйста, не опаздывайте на рейсы И не теряйте багаж Не теряйте багаж Потерять багаж, скорее всего, это не зависит от пассажира Это больше зависит от сотрудников Которые соприкасаются с багажом Просто пассажир может потерять, не донеся до строки регистрации багаж Бывает и такое Тогда это уже не багаж Это потерянная вещь А, это еще не багаж Если же пассажир по прилету не получил багаж То, к сожалению, пока еще случается Аэропорт прикладывает все усилия и авиакомпания, в том числе, для розыска этого багажа Багаж, как правило, находится Очень редкий случай, чтобы вообще его не нашли И потом мы доставляем багаж по месту жительства или отдыху Целость и сохранность? Как правило, да Ну, хочется, наверное, пожелать, чтобы вот таких вот мелких проблем Иногда, может быть, какие-то больше проблем Было поменьше Чтобы люди с пониманием относились к вашей работе, естественно И получали исключительно удовольствие от перелета А у нас, кстати, в гостях еще один гость Уже известный некоторым нашим зрителям человек Николай Николаевич Смирнов Почетный гражданин из Симферополя и Кичкмета Здравствуйте Добрый день В свое время вы были секретарем Мобкома И в 1970 году, когда на полуостров попала холера Вы организовали, помогали организовывать палаточные городов Попадку хочу внести, я секретарь Айкова Ой, Айкова, прошу прощения Да, было такое дело Ну, прежде всего, несколько слов о холере Это страшная болезнь Она известна еще в современном гиппократе Ну, в наше время, в 1970 году Она пришла в августе месяце к нам в Крым Конкретно в Керчь Самое такое страшное началось с города Ялты Это август, это море, это небо Люди, масса людей отдыхала на пляже И вдруг с одним эпилептиком Началась судорога И у него изо рта пошла пена Ну, может, надо было врача вызвать или еще что-то разобраться Как и что, почему Ну, начали сразу орать Холера На весь этот пляж И, конечно, что тут началось Люди, естественно, все бросились Куда? В Симферополь Сначала с пляжей, с Давкой Потом в Симферополь Вот здесь все были И железнодорожный вокзал Творилось непонятно что Билеты были выкуплены, конечно, за целый месяц Ну, основная, конечно, масса Основной удар попал на аэропорт Я в то время как раз был секретарем Железнодорожного райкома партии Ну, поскольку я и по должности был как зам Меня туда направили в аэропорт Как говорится, урегулировать эту ситуацию Конечно, положение было сложнейшее Хорошо, что в это время начальником аэропорта Был Скугарь Владимир Антонович Это решительный, смелый человек Герой Советского Союза Звезду он получил В годы войны в Севастополе Он там потопил линкор немецкий Мне пришлось вместе с ним решать все задачи Людей столько было, что не знали, куда их девать Даже территория, которая сейчас Ну, аэропорт, там зеленая зона была И там все было, как говорится, занято людьми Надо было палатки разместить, это дно Второе, надо было полевые кухни Третье, надо было медицинское обслуживание Альбоментарные, санитарные условия создать Да, надо, а санитарные, уже это самое страшное, конечно Всех трудней, конечно, попало работникам аэропорта Мы договорились, было принято решение, чтобы они все ходили в обыкновенной форме Они не в служебной, потому что люди могли, да, в гражданской Люди могли растерзать просто их Ну, там же дети, больные Ну, понятно, всем нужно быстрее покинуть Всем нужно быстрее, поэтому все ходили уже в форме гражданской Потом начали мы создавать списки Кто, откуда и как, чтобы определять по рейсам Конечно, что творилось, это непонятно Конечно, все понимали, конечно И это продолжалось в течение 10 дней Все успешно закончилось Это страшное время, которое я сегодня Но запомнилось Никак не могу, конечно, забыть После очередного сообщения об авиакатастрофе Даже у стрессоустойчивых может обостриться аэрофобия Возникает желание сдать билет и отправиться в путь наземным транспортом Статистика же утверждает обратное Именно авиатранспорт считается самым безопасным Пассажиры верят, но на всякий случай следуют народным приметам Например, перед полетом народная молва рекомендует сделать какое-либо действие наполовину Съесть половинку бутерброда, выпить полбутылки воды Или, заходя на борт, постучать костяшкой указательного пальца по фюзеляжу Бытует мнение, что такое действие укрепляет самолет Сотрудники аэрофлота оказываются люди еще более суеверные Слово «последний» в отношении рейса употреблять не стоит Только крайний Не надо ругать крылатую машину, а наоборот Перед вылетом погладить по крылу или по любой другой ее части Ну а играть в азартные игры на борту самолета Равно тому, что проиграешь удачу Вы даже себе и представить не можете Насколько суеверны те, кто работает в авиации Насколько верят в приметы наши пилоты Играют ли они хоть какую-то роль Для сотрудников Центра управления полетами Мы прямо сейчас узнаем это у наших гостей На площадке Сергей Дедков, бывший пилот, а ныне сотрудник инспекции по безопасности полетов аэропорта И Леонид Степанов, руководитель районного Центра управления полетами Сергей Дмитриевич, мечтали с детства, стали пилотом Классическая такая история Да, наверное, нет Наша школа была отшефной Симферопольского объединенного авиаотряда И вместе с компанией одноклассников, выпускников школы Я поехал поступать, поступил в летное училище И так началась моя летная биография Авиационное как-то братство, оно безусловно отличается от многих других сфер И мне посчастливилось, что много лет мне довелось находиться И поэтому всегда друг друга поддерживали в сложных условиях и в жизненных ситуациях Правда, что один пилот ест еду, которую всем пассажирам приносят, а второй пилот ест другую еду На всякий случай, чтобы если один выйдет из строя, то другой сможет всегда заменить, это правда Рекомендации такие были, что различные командиры, второй пилот, то есть летный состав экипажа Обеспечивался разными вариантами бортового питания Такое было Когда говорят, пилот, летчик, зачастую, вот если воображение рисуешь, образ, то это всегда мужчина Вы встречали женщину-пилотом? Конечно, была инструктор при переучивании на самолет АН-24 Была инструктором наша крымчанка, Крачева Ольга Она работала инструктором в дальнейшем, она очень много еще проработала В общем, на большой технике шла она в Москве, летала в последнее время То есть сказать, что летчик – это мужская профессия, абсолютно мужская, не возьмет Это как исключение идет Летчики, асы, виртуозы – это всегда, конечно же, достойно уважения Но и у них есть свои глаза, есть свои уши на земле Это Центр управления полетов У нас в гостях Владимир Ильич Береговой, диспетчер ЦУП В прошлом долгое время руководил полетами Владимир Ильич, хотелось у вас узнать Центр управления полетов в шкале ответственности примерно на каком месте стоит? Ну, я могу только так сказать, что это, наверное, между первым и вторым Спайка летчик и авиадиспетчер единая Потому что летчик в воздухе не видит того, что видит диспетчер с земли Все зависит от взаимодействия Если летчик не понял команду, не выполнил, значит быть в беде Доводилось наверняка и насколько часто сталкиваться с такими экстренными ситуациями? Вот такой пример этот самый На заре, в 70-х годах, в начале У нас мы руководили не только, как говорится, нашими бортами Но и иностранные авиакомпании выполняли Я как диспетчер на русском языке И рядом со мной сидит переводчица, которая переводит мои команды на английский язык И это обязательно к исполнению И такой случай был со стороны Одессы И шел Ту-16-й араб Ну, даем команду Талик доложить Это там 30 километров до турецкого берега Молчит Я повторяю Переводчица тоже на английский язык переводит Повторяет это Потом к локатору я вижу засветки Это, ну, куча дождевых облаков Я ему даю команду Обойти справа 10 километров Молчит И идет этот сам Дальше уже подходит он к турецкому берегу И на чистом русском языке докладывает Прохожу Талик Спасибо, мадам, за отличную работу Вот эта Марина Ивонина Или потом при замужестве Измайлова В этот момент бросает карандаш И по-русски Слава богу, что не в эфир Ну, от таких ситуаций, конечно, очень много было Хотелось бы еще к этому госту нашему обратиться В нашем эфире Никита Гулай Добрый Добрый день Вас анонсировали как человек, который очень много летает Очень часто пользуется услугами Мне интересно, что становится причиной столь частых полетов Ну, в основном это добровольчество, волонтерство И, ну, также путешествие не исключение стало И СМИ То есть летал на форум в Сочи Проходила новая волна Где я стал фотографом Говорят, что когда ты на высоте Из-за работы моторов, из-за работы турбин Меняются даже вкусовые ощущения Вот, это, кстати, правда Я никогда не думал, что такое может быть И, ну, вот, когда приносят еду Почему-то вкус чувствуется совсем по-другому Ну, допустим, макароны Ну, вот, они не ощущаются вкус макарон Также курица У нее другой вкус Вот, я не знаю, как его, правда, передать Но вот почему так ощущается Говорят, что из-за высоты меняется вкус Но как это правда, не правда? Давление, возможно Леонид Владимирович Вкус меняется, еды? Да нет, ну, я не гурман, конечно Но замечено не было Кормят-то и ладно, да? В топку закинулись Леонид Владимирович Как сотрудник и руководитель Центра управления полетом? Вот вы, наверное, видели, естественно Как менялся аэропорт Как строился новый Как это все образовывалось Все на ваших глазах Аэропорт, конечно, мы видим Как строится это в окошках наше Больше им наблюдает Это Владимир Васильевич Ерасимов Начальника диспетчерского центра Который указит именно вышкой Организация воздушного движения Понятие многоуровня и сложного Наше предприятие Крым-Аэронавигация Это один из филиалов Всей этой стройной системы Это громадная и сложная система Организации эксплуатации Радиотехнического обеспечения полетов И авиационной электросвязи Это и то, что известно всем Собственно, диспетчера Которые ведут радиосвязь С экипажами воздушных судов И являются многочисленными героями Фильмов и передач Каждый диспетчер, прежде чем занять рабочее место Обязан пройти стажировку Ситуацию моделируют пилоты Находясь в соседнем зале Они отрабатывают схемы захода на посадку Определяют площадь маневрирования воздушного судна Дают при возможности разрешение на посадку И многое другое Главная задача ученика Оперативно принять правильное решение На этом тренажере Стажер ведет радиосвязь с экипажем Наблюдая за летным полем с рабочего места Здесь мы можем моделировать Любую ситуацию, которая возникает На борту воздушного судна Пожар, отказ тормозной системы Любые другие особые случаи А также мы можем здесь Моделировать любую погоду Видимость И любое время года Также тут можно сымитировать Любую связь с любыми другими аэродромными службами Только после того, как стажер научится Всем необходимым операционным системам Он переходит на настоящее диспетчерское рабочее место Чтобы поддерживать свои профессиональные навыки И быть готовым к любым внештатным ситуациям Тренируются здесь не только новички Но и действующие диспетчеры Мне задали вопрос Когда вот у него начинается работа диспетчера Я не смог ответить Я сказал, что она у него не прекращается Здравствуйте Здравствуйте Покровский, Штаф Юрьевич, РТ Спали, кушали, все хорошо К работе готов Работа руководителя полета И старшего диспетчера Так строится, чтобы диспетчеры не обращались Работа шла на упреждение Такого нет Сейчас подождите, а мы подумаем Оперативная работа Работа в условиях постоянного напряжения Поэтому 20-ти минутный перерыв По истечении каждых двух часов службы Обязательное требование к диспетчеру по инструкции Всегда в нашей работе события меняются очень быстро И поэтому сложно что-то спрогнозировать Естественно, приходится отходить от каких-то правил И принимать совершенно нестандартные решения Система земля-воздух-земля Смотря что вы подразумеваете Связь с пилотами Она всегда была связь Пилот-диспетчер Без связи есть правила диспетчера Вижу, слышу, управляю Но сейчас какая-то она модернизированная Скорее всего вы имеете в виду Это автоматизированная система управления полетами Которая помогает диспетчеру более четко И слышать, и видеть, и руководить движением воздушного судна Ну, конечно, если раньше мы смотрели в тубусы Чтобы можно было различить какую-нибудь меточку на экране Там из кучи облаков и тех же птиц То сегодня конкретно каждая метка видна От нее идет ответ по высоте, по направлению То есть мы конкретно знаем, какое воздушное судно Где находится и в каких условиях он следует Конечно, все модернизируется Все новое оборудование Уже нельзя сравнить, допустим, с теми же Когда я пацаном бегал в аэропорт и смотрел Небо и земля Большая разница Начинается с того, как экипаж приходит готовиться к вылету Работа достаточно нервная Напряженная И у вас тоже спрошу Какие-то были такие случаи, которые немного разряжали обстановку? Я думаю, вы бы не хотели услышать шутки авиадиспетчеров Или шутки пилотов по жизни Поэтому есть, конечно, но они не для всех Единственное, что было такое, которое могу рассказать Еще летел спидбет, это Великобритания Борт И для обеспечения безопасного интервала надо было его куда-то деть Оптимальный вариант был поменять ему эшелон Чтобы он поднялся повыше И тогда все расходилось Все разлетались очень красиво, без проблем Ну, я ему задал вопрос Сможете ли вы набрать эшелон там 370 Он говорит, да, конечно В этот момент, ну, вы понимаете, да, прилив крови Я такой довольный Больше думать не надо, все красиво И следующая фраза идет Если вы хотите, чтобы я отсюда свалился То есть, ну, такие как бы, я понимаю, что все это Ну, пришлось его просто отворачивать в другую сторону Ну, и все Продолжим наше общение У нас также в гостях сегодня Владимир Васильевич Герасимов Человек, который также посвятил очень много лет своей жизни авиации Ну, и в качестве начальника диспетчерского отдела Мы уже сегодня говорили о всевозможных, ну, может быть, приметах своего рода У диспетчеров есть какие-нибудь такие моменты, которые Или нельзя что-то делать перед работой, во время работы? Надо покушать перед работой Это важно Мне кажется, это в любой профессии Вот, ну, фактически я являюсь представителем аэродрома И мы больше смотрим визуально за самолетами То есть основной наш вид управления Вижу натурально и управляю уже самолетом То, безусловно, одна из примет, когда плохая погода Это очень плохо, потому что мы его не видим Это вносит свои определенные коррективы В управление полетами Ну, с точки зрения безопасности Получается, что в 70-х, 80-х годах Ну, почему-то я говорю, вообще-то я потомственный диспетчер Отец у меня Династия Династия, да, у меня династия Мои потомки начинают работать диспетчерами В 70-х, 90-х годах Самое интересное было с точки зрения аэропорта Там был пешеходный переход через взлетно-посадочную полосу Что на сегодняшний момент, как бы скажем Это абсолютный нонсенс Сфетофоры были? Сфетофоры были? Вот, о чем я хотел сказать Что еще одна функция диспетчера заключила в том Чтобы включить светофор На красный, на зеленый Либо там будут переходить люди Либо они будут Ну, и там еще туда повозки ездят Так вот, для юмора Так что специальный светофор Тоже достаточно было интересно, эффективно Но человек все-таки больше реагирует на свет Он знает, что красный свет Да, но в любом случае везде, как во всем мире Да, есть какие-то исключения И человек видит красный свет И тогда он считает Надо перебежать обязательно полосу Но не понимает, что об этом будет нам впереди Безусловно, были такие всевозможные случаи Такое было случилось Мы друзья, перелетные птицы Только быть наш одним нехорош На земле не успели жениться А на небе жены не найдешь Потому, потому, что мы пилоты Небо наш, небо наш родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну, а девушки? А девушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну, а девушки? А девушки потом. Нежный образ, мечта, ты голубишь, Хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, А на завтра приказ улетать. Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш, родимый дом, Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Субтитры создавал DimaTorzok Мы редко обращаем на них внимание, но они часть живого и отлаженного механизма, без которого взлеты, посадки и сами полеты были бы более опасными или вовсе невозможными. Штаты аэропорта Симферополя более 1700 человек. Это 200 специальностей. Попробуем хоть немного о них узнать. У нас новые гости на площадке. Это Елизавета Турик, она диспетчер по центровке воздушных судов, и Алексей Гречихин, оператор пассажирского телетрапа. Елизавета Юрьевна, можно сказать, что это уникальная профессия? Ну, уникальная, не уникальная, когда ты кручишься уже в этом всем кругу, ты понимаешь, что каждая профессия в аэропорту, она уникальна, потому что каждый, да, несет какой-то, делает свой важный вклад. Но эта профессия связана напрямую с обеспечением безопасности полета. Я могу сказать так, зачастую, когда вы садитесь в самолет и видите, что какие-то кресла свободны, вы думаете, вот я бы мог сидеть там не в середине, а в начале самолет. Но зачастую это не только вредные агенты по регистрации вам не предоставили эти места. Зачастую эти места могут быть закрыты в целях обеспечения безопасности полета. Моя профессия напрямую связана с распределением все-таки этих пассажиров на борту самолета, багажа, грузов на борту воздушного судна. Без физики и без математики здесь не обошлось, я так понимаю. Здесь не обошлось без физики. Без интуиции. Без математики, а интуиция иногда очень и очень выручает в целях обеспечения той же регулярности полета. Вы, получается, распределяете центр тяжести? Да, да. Ну, правда, какие-то формулы выводите, что ли? Как это все? Автоматизированная какая-то эта система? Да, система эта в наше время уже автоматизирована, но, конечно, иногда мы прибегаем и к ручным способам расчета. Я наблюдал, как взвешивают багаж. Ну, понятно, это можно. Пассажиров же не взвешивают, насколько я знаю. Ну, пассажиров не взвешивают, естественно. Или берется средняя какая-то? Да, берется, естественно, средняя уже для расчета центровки. Мы берем средний вес пассажиров, он отличается летний, он отличается зимний, потому что, ну, естественно, кто-то у нас из пассажиров миниатюрин, кто-то... И сколько нынче средний вес пассажира? Ну, нынче у нас зима, и у нас 80. Средний вес пассажиров. Уже весна. А сколько человек к вашему подчинению? У нас в коллективе работает 9 человек. Мы работаем все посменно, нет, у нас все женщины. И если уже заговорили, опять же, о необычных профессиях в аэропорте, у нас есть агент по регистрации Мария Хасанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Агент по регистрации – это человек, который встречает, можно сказать, пассажира первым, регистрируя его, регистрируя багаж. Мария, ну вот, казалось бы, зарегистрировать человека, ну что тут, взял, вписал, поставил и все. Но есть же, наверное, какие-то критерии. Ну, конечно, главный критерий, когда мы берем на работу агенту по регистрации, это знание компьютера, это знание языка, и очень важно, это ваша физическая выносливость и психоэмоциональная выносливость. Наш рабочий день длится 12 часов, смена 12 часов, и в это время все время в движении. Вы сидите, вы работаете, вы делаете посадку, вы ходите. И психоэмоционально, конечно же, очень много разных людей, вы встречаете разных пассажиров, у всех разное настроение. Поэтому очень важная психоэмоциональная устойчивость. Мария, а вот, с учетом того, что в последнее время люди активно начали пользоваться услугой онлайн-регистрации, легче стало немного? Стало легче. А много людей сейчас пользуются онлайн-регистрацией? Бывают до 80% от общей загрузки рейса. То есть, практически весь салон самолета, это те, кто просто... Ну, есть определенные условия, не могут зарегистрироваться онлайн-пассажиры с маленькими детьми, с животными, или тем, кому нужна специальная помощь. Ну, собственно, эти 20% и... Но не все пассажиры летят только срочной кладью, онлайн-зарегистрированные. Все равно они должны к нам подойти и сдать свой багаж. Не все пассажиры могут распечатать свой посадочный талон. Они также к нам подходят. Самый необычный багаж? Был Волк. Я помню, у нас была съемочная группа. Волк? Да, был Волк. Сдавали съемочную группу в багаж. Я хорошо помню, еще когда я только начинала работать, у нас была АН-24 летела в Киев, был Зубков, владелец Тайгана, с тигренком. И с тигренком летел вот самый такой вот необычный, наверное, багаж, который был в моей истории. Алексей Геннадьевич, вы как оператор пассажирского телетрапа. В нашем представлении это двигающаяся лестница, ну, не телетрап, скорее, а обычный трап. Двигающаяся лестница – это эскалатор, это вертикальный транспорт, да. Телетрап – это вообще не транспорт, это средство коммуникации, соединения между терминалом и воздушным судном. Самолет – это такое совершенное транспортное средство, которое создано для полета в большинстве. Ну, то есть из него выйти самостоятельно человек сейчас не может. Для этого использовались трапы различных модификаций, там, прежде всего они были колесного типа, и подавались к самолету после посадки. Получалось, что с использованием колесного трапа было несколько других промежуточных, как бы, моментов, звеньев между самолетом и терминалом непосредственно. А сейчас терминал напрямую соединен самолетом с помощью вот этого, так сказать, телетрапа. Что он из себя представляет, вам интересно, это система галерей таких, которые могут двигаться со скоростью, ну, максимально полметра, где-то в секунду он может разгоняться. То есть он стоит в своей зоне сначала, заводится самолет, воздушное судно на место стоянки, после чего телетрап подается именно к двери. Там определенные позиции подачи есть, там, расстояние, размеры, которые мы соблюдаем. А сколько человек обслуживает один трап? В момент его маневров только один человек может находиться в нем. В вашей копилке достаточно много добавленных историй. Ну, расскажите самое интересное. Сам момент вот обучения на работе на телетрапе очень интересен был, потому что производители нам, как сказать, восточных людей представили, как инструкторов были китайцы. И они нам рассказывали все это на своем языке жестов. И мы все поняли, мы обучились, сдали экзамены. То есть вот это было, наверное, очень интересно. Говорили экзамен тоже языком жестов? Ну, на практике именно осуществлялся подъезд к воздушному судну. Они принимали экзамены у нас. Ну, и так вот я язык их не выучил, знаю пару слов, там, сразу, для себя. Ну, и понятное дело, что аэропорт, как и, в общем-то, ЖД вокзал, это место средоточения не только пассажиров и работников местных, но и не совсем честных людей. У нас в эфире появляется человек, который с этими людьми боролся в свое время, занимал долгое время должность начальника милиции Симферопольского аэропорта Владимир Александрович Ильчук. Если вы позволите, я все-таки вернусь немножко к авиационной безопасности, потому что служил с 75-го года по 2005-30 лет. Начинал, например, с инспектора по сопровождению самолетов. И можно сказать, что большей степени работа вот того подразделения милиции, которым последующим я руководил, она занимала безопасность полетов, которая несколько отличается от безопасности воздушного движения. Досмотр начался с 75-го года. Вот тогда поручили милиции две работницы службы перевозок. И, наверное, ребятам сегодняшней перевозки и милиции страшно было бы, страшно с ней не увидеть, что тогда вот этот досмотр, регистрация пассажиров, прежде всего нужно было смести снег со столика, чтобы там работать. Это в старом аэропорту еще там. То есть это была открытая... Сетка рабица с крышей пластмассового шифера, бороз такой же, как на улице. Вот так начиналась безопасность. Поэтому в большей степени развивалась авиационная безопасность в этом плане, как она существует. Именно с того времени. И затем, в определенный период времени после милиции была введена аэропортовская служба авиационной безопасности, вот, в том числе и кинологи и так далее. Первые кинологи были как раз в подразделении милиции, первые кинологи милиционеры были. Чтобы, вот как вы говорите, плохие люди попали на борт, чтобы они не принесли то ни взрывчатку, там ни холодного оружия, любые... Даже бензин, например, водка, спирт, который горел, и то нельзя было. Как говорят, как деньги любят тишину и безопасность любят тишину. Остальная часть отдела занималась тем, чем вы говорите. Владимир Алексеевич, куда деваются предметы, которые забирают у пассажиров, которые нельзя пронарить? С момента начала того же 1975 года, по 1983, я вот конкретно занимался этим хранением, проверками и так далее, по этим ножам. Ну, до тысячи, нескольких тысяч ножей занималось за год. То есть холодного оружия, не просто оперативных ножиков. Те же запрещены. Бывали и доловые шашки. Были люди, которые, ну, не совсем хорошие, которых потом, так сказать, отправляли в какие-то места и так далее. Вот это все, что было, я не знаю, как сегодня, опять же, я уже больше 12 лет на пенсии, краски и так далее, и так далее, все. Мы сдавали в аэропорт, у них была камера хранения специальная, пассажир мог определенный месяц забрать, если не забрал, ну, либо шло, так сказать, в хозяйственные нужды в аэропорту, там, службы свои и так далее. Что-то уничтожало. Двою службу в аэропорту несут не только тысячи людей, но и животные у нас в гостях. Кинолог Артем Головин и его подопечная собака Алиса. Кстати, полное имя у Алисы, давайте поприветствуем. Полная кличка Алис Феличес, если я не ошибаюсь, в переводе крылья... Крылья удачи. Крылья удачи, очень символично. Между прочим, Алиса звезда, к ней приезжают со всех уголков нашей страны, я так поняла, не с пустыми руками. Да. У нее своя страница в Инстаграм. Она общается с пассажирами, пассажиры частенько привозят ей всякие сувениры, лакомства. Общительная. Речу с ней нужно заранее назначать, если что. К ней на страничку заходите, договариваетесь о встрече, ну, как бы, если возможно, то сорганизуем. Как она у вас появилась? К нам ее подарили, то есть подрядчик, который строил нам новый терминальный комплекс, по завершению строительства и открытию терминала, нам ее подарили. Войдет в строй и будет как полноценный сотрудник, как все остальные наши собачки. Вы нам продемонстрируете немножечко, как возможно, чему обучаете? Вообще, конечная наша цель обучения – это поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. То есть собачка должна обнаруживать исхомые запахи. По-моему, там что-то у нас в диване уже… Ну, она сейчас уже обнаруживает. Ну, где-то вот таким вот образом собачка все обнюхивает. Она в процессе. То есть она обнюхивает вещи, которые ей предлагают. Если она находится в свободном поиске, то там, обходя терминал мимо сумок, то есть собачка обнюхивает вещи, предметы. Ну и дальше уже в соответствии с технологией проводятся какие-то мероприятия. Какие команды она сейчас выполнит? Я ей задам эти команды. Может дать лапу. Эва. Ой, ты моя умничка. Давайте похлопаем. Ты моя хорошая. Алиса, Алиса. После воссоединения Крыма с Россией, аэрофлот «Симферополь» получил новый импульс своего развития. А спустя всего 4 года и вовсе начал работу новый аэровокзальный комплекс. И сегодня воздушная гавань «Симферополя» имеет самую крупную сеть внутрироссийских авиалиний по всей стране среди региональных аэропортов. Более 5 миллионов пассажиров в год, свыше 200 рейсов в сутки в курортный сезон. И это еще не предел. Ежегодный аэропорт получает всевозможные награды. К примеру, в 2019 году он занял первое место в номинации «Лучшее дизайнерское решение» по итогам зрительского голосования. С чего начиналась новая жизнь аэропорта и насколько комфортно сегодня пассажирам? Узнаем у наших гостей. Валентина Бутенец, руководитель комплекса по наземному обслуживанию воздушных судов. И Татьяна Гевель, начальник отдела сертификации и качества. Реализует программу «Тайный пассажир». Валентина Владимировна, я так понимаю, Студпрос рождает предложение. С 2014 года увеличивается резко поток пассажиров и поэтому уже не справлялся старая аэропорт. С 2014 года мы работали каждый год в условиях нарастающих нагрузок. С каждым годом пассажиропоток, объем перевозок, объем воздушных судов у нас возрастал. И, конечно, назрела острая необходимость в том, чтобы построить новый терминал, который будет намного более комфортным и который сможет обслуживать то количество пассажиров, которое к нам прилетает и вылетает каждый год. Поэтому в прошлом году случилось историческое событие, которое мы все очень сильно ожидали. За время строительства терминала участвовали в этом процессе все сотрудники аэропорта. Ревод операционной деятельности из старого терминала в новый произошел за одну ночь, хотя до этого мы готовились очень долго, целых полгода участвовали в данном процессе. И после того, когда мы переехали, конечно, очень большая гордость за нашу страну, за наш Крым, за наш аэропорт, за тех людей, которые работают. Вы как руководитель комплекса по наземному обслуживанию воздушных судов. Вы готовите судно к вылету? Конечно. После посадки воздушного судна наши сотрудники встречают воздушное судно на машине сопровождения, сопровождают воздушное судно на место стоянки. Там находятся люди, которые показывают сигналы для пилота воздушного судна, для того, чтобы правильно позиционировать воздушное судно на месте стоянки. Затем операторы трапа или телетрапа состыковывают воздушное судно. На данном этапе у нас 8 современных телетрапов, которые имеют автоматическую систему выравнивания, которая позволяет автоматически корректировать стыковку воздушного судна с телетрапом при разгрузке, погрузке воздушного судна и заправке топлива. Так называемый автонивелир, который позволяет менять положение самой стыковки таким образом, когда меняется и само положение воздушного судна. В целом, все, кто занимаются наземным обслуживанием, это целая команда. Конечно. Все процессы управляются с единой диспетчерской. За последние годы у нас нет задержек по вине сотрудников аэропорта при подготовке воздушного судна. А возвращаясь к работе аэропорта, еще одна большая акция прошла в прошлом году. Все мы следили, все мы голосовали, все мы за какие-то варианты переживали, болели. Великие имена России. Волонтер этой акции Вероника Потапова в нашем эфире. В 2018 году общественная палата выдвинула свое предложение дать всем аэропортам Российской Федерации имена великих людей, тем самым увековечить данные имена. Тем более, это международная тенденция. Голосование проходило четыре этапа. Первым этапом было создание шорт-листа, где предлагались определенные имена, которые подействовали как на историю Российской Федерации, так и на историю Крыма. Вот этот вот шорт-лист в итоге кто составлял? Как органы управления наши, точно так же каждый желающий мог предложить свои имена. Так в этот шорт-лист вошел святитель Лука и Амитхан Султан, за которого все очень сильно переживали. В дальнейшем, следующим этапом, это было голосование за трех самых лидеров. Выявлялись три лидера, оказались Нахимов, Екатерина II и Иван Ивазовский. И в дальнейшем, на протяжении двух недель, волонтеры на 30 точках Крыма стояли и собирали все пожелания людей, за кого, чье именно имя будет присвоено нашим аэропорту. На самом деле, у нас было всего 300 тысяч голосов, и команда волонтеров стала самой лучшей в России из четырех категорий. Татьяна Алексеевна, вы в том числе реализуете программу «Тайный пассажир». Кто это за тайный пассажир? Это агент ваш? Мы решили, помимо того, что осуществляем самостоятельно контроль за деятельностью наших подразделений и за качеством выполнения операции, мы также решили привлечь еще и пассажиров. Это непосредственно те люди, которые летают, сами себе покупают билеты, заявляют себя как желающего поучаствовать в нашей программе мониторинга. А, то есть где-то они галочку какую-то ставят? Да, они нам отправляют на электронную почту заявку. Мы в ответ на это отправляем чек-лист и иногда задания, какие должен пассажир выполнить, кого проверить, какие вопросы задать. А также у нас сейчас стоит современная система колл-центра «Вестник», где непосредственно также мы можем прослушать все аудиозаписи переговоров, знать только время, когда пассажир осуществлял звонок. Очень много заявок. Мы эту программу... Отбираете? Нет. Все, кто нам подают заявки, все являются нашими участниками. Там они иногда сами отпадают. Сколько агентов посмотреть среди нас? И иногда пассажиры нам даже предлагают как-то еще улучшить, что-то еще добавить в аэропорту, поскольку... Интересно, что какие идеи? Такие рациональные идеи есть? Одно из предложений пассажиров, помимо того, что у нас на привокзальной площади есть светомузыкальный фонтан, они часто еще просят в терминале сделать маленькие фонтанчики, из которых бы пассажиры могли пить питьевую воду и не тратить на это деньги. Мы же в Крыму находимся. А, кстати, что касается этой программы, это и не пассажиры. Может быть, им за это что-то взамен? За это им что-то взамен, обязательно. Мы всегда мотивируем и хотим, чтобы наши участники программы оставались как можно дольше вместе с нами. И есть очень много таких часто летающих пассажиров. У нас один в зале. Один из них, да, в зале. И это не просто часто летающий, он победитель 2018 года программы... Он агент? Тайный агент. Это вот Никита Гулай. Никита наблюдает за всем со стороны. И все замечания он видит сразу. В качестве мотивации в прошлом году он получил 4 сертификата на прилет и на вылет через ВИП-зал аэропорта. Ждем мы Никиту, посмотрим, как он оценит обслуживание в нашем ВИП-зале. Удобство, либо неудобство, может также предложить свои какие-то идеи по поводу улучшения качества обслуживания. — Хотелось бы представить вам еще одного нашего гостя студии. Это Юрий Аркадьевич Югансон, крымский фотохудожник, наверное, фотограф. И к тому же из Севастополя споттер. Что такое споттер? — Да. — Ну, вообще споттер в таком узком понимании, да, это человек, который следит за самолетами. Вот фотограф, споттер — это уже человек, который просто фотографирует самолеты, то есть любит это дело. Он знает время прилета, куда уходят борт, номера бортов. — Что так вас увлекло в самолетах? — Ну, романтик человек. — Ну, я не знаю, самолеты, наверное, это с детства, это мечта любого пацана. Я из Севастополя, у нас больше моря, да, и мечтать о небе достаточно сложно, потому что два часа ехать, чтобы увидеть самолеты. Но вот чем сложнее, наверное, тем больше мечтаешь. — Много уже сделано снимков? — Такими вещами мерить сложно, конечно, тем более в нашем Крыму. Но много, много, да. Практически все авиакомпании, которые летают в Крыму, понятно, что они сняты. Очень много бортов сняты, уже есть знакомые какие-то, которые ты встречаешь в других аэропортах страны. — А, то есть вы фотографируете не только по Крыму, но и за его пределами? — И за его пределами, да, я снимал и в Сочи, и в Петербурге. Вот, ну, то есть я начинающий споттер, потому что... — Не справа вничтите. — И, кстати, фотографы принимают участие в футингах, они еще принимают участие потом в конкурсах. То есть авиакомпании выбирают фотографии лучшие, и как-то примируют, да, ну, они используют фотографии и примируют участников. И я уже несколько раз получал вот какие-то призы в качестве призов, это сертификат на перелет. Поэтому да, чем больше снимаешь, тем чаще летаешь. Аплодисменты Сегодня все мы пассажиры И отправляемся в полет Уже посадку объявили На долгожданный самолет Накинуты плащи и шляпы А чемоданы в багаже Давай обнимемся у трапа Мы не увидимся уже Только в полетах живут самолеты Только в полете растет человек Сердце стучится Пугая каждого из нас Но как спасательному кругу Потянется к тебе рука Давай посмотрим друг на друга Мы на земле еще пока Только в полетах живут самолеты Только в полете растет человек Три кита, на которых держится вся авиация Безопасность полетов, регулярность и культура обслуживания Уверенно стоят на крымской земле Встречая и провожая каждого пассажира, сотрудника аэропорта И все, кто работает в авиации, надеются на скорую встречу с ними Как и мы, ждем следующей встречи с вами Это была программа Крымские истории Мы прощаемся ровно на неделю И помните все мы Часть большой крымской истории Чем мы гордимся В полете растет человек